Новогодние залпы Новогодние залпы Новогодние залпы Новогодние залпы Новогодние залпы Новогодние залпы Ну, это тебе немножко другой подарок, заместо смартфона. Все подарки были адресными. О том, что хотелось получить в новогодние каникулы, дети заранее написали дедушке. Традиционные стихи под елочкой и хороводы со снегурочкой разбавили прогулкой на санях. И бишь, и посети виноград сей. Тысячи верующих пришли в православные храмы на всеночную службу 6 января, чтобы встретить Рождество Христово. В Свято-Екатерининском кафедральном соборе праздничную литургию провел митрополит Кубанский, Екатеринодарский и Сидор. Для верующих Рождество не только время, когда на землю пришел Иисус Христос в человеческом обличии. Это еще и день единения земного и небесного в каждом человеке. Праздник Рождества Христово – это праздник души. И как же в такой праздник не обрадоваться и не обрадовать своих родителей, своих братишек и сестренок, чтобы радость Христово Рождества всегда сияла в сердцах детей и взрослых. В Рождественском храме к престольному празднику воспитанники русской православной школы подготовили спектакль. Его главными героями стали Мария, младенец Иисус, волхвы, увидевшие необычную звезду, и царь Ирод. Репетировали представления в течение месяца. Над ним трудились почти полсотни детей. А зрителями стали родные учеников и прихожане храма. Хорошей приметой прошедших зимних праздников стало отсутствие резонансных происшествий. На новогодних каникулах каждый день Краснодарские улицы патрулировали 1200 человек. И, как отметили сотрудники полиции, в Краевом центре отпраздновали спокойно. Продолжение следует...